Всем привет, ребята! Вы попали на мой канал, меня зовут Маша, это значит, что наконец-то выходит новое видео, влог из Меды, да ещё и просто жопский влог, как я называю эту серию видео. В общем, в трёх словах сейчас расскажу, про что будет этот ролик. Я на прошлой неделе закрывала свои долги по учёбе, чтобы спокойно выйти на сессию, и закрыла всего два долга, по-моему. Нет, хотя за прошлую неделю я закрыла две физиологии и одну биохимию, то есть три всего итога я закрыла за неделю. На этой неделе, ну точнее на следующей неделе, которая вот начинается завтра, мне нужно закрыть две биохимии, две физиологии, итог по гигиене и итог по пропедевтике. Поэтому интересный будет влог, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Знаете, чем я занимаюсь в воскресенье в 22-27 вечера? Сейчас я сижу и заполняю рабочую тетрадку по физиологии. Чтобы вы понимали, у нас две части, две части тетрадок, вторую часть мне заполнял Миша, пока он ещё был в Краснодаре, сейчас он уже уехал, мы его отправили в Ялту назад работать, и я тоже тут сама сижу, работаю, короче. В общем, я заполнила, то есть Миша мне заполнил вот эту полностью тетрадку, тут у меня чуть-чуть то, что он не заполнен, не заполнял, нужно будет мне ещё это сегодня заполнять. И оказалось, короче, что нам нужно заполнить две части тетрадки, поэтому я сейчас сижу и заполняю вторую часть. Честно вам скажу, мы не решали, вот на единичных просто занятиях мы что-то писали в этой тетрадке, то есть 2-3 занятия вообще за год мы записывали, вообще ничего мы не делали, только вот 2-3 занятия писали в рабочую тетрадку. И выяснилось, значит, сегодня это почему-то выяснилось утром, что завтра нужно сдать две готовые полностью заполненные рабочие тетрадки. А тут не просто тут писать циферки, тут нужно рисовать всякую вот такую вот фигню, всякие ЭКГшки перерисовывать. Короче, тут достаточно сложно эту тетрадку заполнять, и до этого я с утра сижу, две части заполняю, то с Мишей заполняла, то потом просто Миша заполняла, я своими делами занималась. Теперь я вот одна сижу, заполняю вторую часть тетрадки и уже, если честно, просто умираю. Я вообще должна была готовиться сегодня к итоговой по биохимии, но я готовилась к ней всю субботу, поэтому сегодня у меня день физиологии. Вот так вот как-то получается, буду сегодня тетрадку заполнять, чтобы завтра ее вместе со всеми сдать. Опять же, не я одна такая, заполняет ее с нуля просто вся моя группа, и все как-то сидят, успевают. У меня вообще сейчас подружка, вот тоже моя одна группница, она только в 11 ночи домой приедет, она на выходные ездила в свой город, и она только в 11 ночи начнет все заполнять, я вообще не знаю во сколько она ляжет спать, потому что я реально заполняю это весь день без остановки, ну только покушать там, отошла пару раз, и все, все остальное время я реально пишу эту тетрадку. Короче, как-то так, будет просто жопская неделя, завтра в 9 утра я иду закрывать итог по биохимии, буду сдавать кровь. Вот в 9 утра, а в 2 часа дня у меня итоговая по гигиене, и как раз к ней я буду готовиться чисто после биохимии, но нас обещали сильно не задалбывать, сказали, что пройдет все на лайте, что просто устный опрос, и на этом все. Вот, я надеюсь, что с первого раза сдам, потому что готовиться я к ней буду, ну, пару часов буквально. Вот, но мне, в принципе, там только почитать нужную теорию еще разок, все освежить в своей памяти, потому что я к каждому занятию готовилась, то есть я реально печатала материал, его разбирала, учила, отвечала на каждый парень, я надеюсь, что, ну, мне там скажут, что как бы ты и так молодец старалась, поэтому тебе как бы там поставим все, что надо. Ну, и оценки по гигиене у меня хорошие, то есть пятерки, четверки, вообще даже троек нет. Поэтому я думаю, что завтра итоговая пройдет на лайте, а еще на прошлой неделе я сдала итог по микробиологии, поэтому прошлая неделя прошла достаточно плодотворно, 4 итога я закрыла, и на этой неделе нужно 6. В общем-то, в принципе, в принципе, все нормально, ребята. Я себе просто на фон поставила сериал «Кухня», сижу, заполняю тетрадку. Вот так вот это выглядит, просто по фоткам, которые нам скинули, сижу тут что-то рисую, какие-то темы заполнять не надо, какие-то надо, в общем-то, это вот я все сегодня сидела, заполняла. Ой, сейчас я покажу, мне даже мама тут пару рисуночков рисовала. Нет, не этот. Блин, а где мама рисовала? Это мама рисовала, потому что я бы такое не нарисовала, мне кажется. Ну, очень сложно, реально. И вот это мама рисовала, я подписывала. И, собственно, все, это последняя неделя перед сессией, нам тут уже будут выставлять зачеты, нам тут тоже много всего тоже нужно будет доздать, по всяким непрофильным предметам, по профильным предметам, по предметам, которые в эту сессию уже сдаем. Самое главное у меня, конечно, закрыть их, все остальное уже так, второстепенно. Поэтому буду стараться, буду заниматься, буду сдавать итоги, а вы будете за этим наблюдать. В общем, я сейчас заполняю рабочую тетрадку, пожелайте мне успехов и удачи, надеюсь, что все будет хорошо. Чтобы вы понимали, я от нервов расчесала себе всю щеку, посмотрите, просто это отвратительно выглядит. Мама завтра утром увидит меня, прибьет. А она чешется просто, вот чешется и все, и вот эта чешется. Я сижу, чешусь, и мне уже надо ложиться спать, умываться, не знаю, маску какую-нибудь сделать для лица, чтобы это все прошло. А то буду завтра как чушпан ходить. Короче, хотела вам немного показать, как прошла моя подготовка к биохимии. Я расписала достаточно много вопросов, еще новых. Помимо того, что я писала к прошлой итоговой, еще раз писала новую. Значит, смотрите. И вот таких вот 8 листов у меня вроде бы. С двух сторон они, если что. Будет это интересно. Короче, у меня это просто тьма тьмущая. Просто куча таких вот листов. Меня очень многие, кстати, спрашивают в телеграм-канале, начала ли я подготовку к сессии. Ну, в принципе, начала, потому что я вот это все прописываю, и, конечно же, это все, ну, практически все запоминаю. И так как это экзаменационный предмет, и так как я завтра буду сдавать итоговую, ну, я считаю, что это подготовка к сессии. Впервые я начала готовиться к сессии за месяц, потому что уже месяц я хожу и закрываю все свои долги. Пока что все успешно, пока что все нормально. Осталось два по биохимии, осталось два по физиологии. В принципе, тоже не так много. Единственное, что меня смущает, это то, что осталась одна неделя последней. В общем, ладно, посмотрим, что завтра получится. Надеюсь, сдам БХ, надеюсь, что завтра сдам итог по теме кровь, и надеюсь, что все будет хорошо. Вот, еще завтра у меня итоговую по гигиене, я надеюсь, что я ее тоже сдам. Но к ней я буду готовиться в промежутке между биохимией и гигиеной. Короче, если сдам биохимию завтра, ну, в любом случае, даже если, блин, не сдам, все равно буду готовиться к гигиене, которая у меня в 2 часа дня. В общем, как-то так, мне завтра вставать в 7, где-то в 6.30 утра, сейчас уже час ночи, поэтому я пошла ложиться спать. Всем сладких снов, честно вам скажу, этих выходных я вообще не заметила, то есть я все выходные сидела в учебе, и они пролетели просто вот так вот. Поэтому пошла я отдыхать, может, хоть высплюсь чуть-чуть перед завтрашним днем. Всем сладких снов, ребята, встретимся с вами завтра. Всем доброе утро, хотя какое доброе утро, может быть, 7 утра, нифига, но не доброе. Я проснулась, сейчас уже помыла голову, сейчас буду краситься, сшить волосы, выезжать в универ. В 8.30 мне нужно идти на пересдачу по БХ, надеюсь, что пройдет успешно, и сегодня уже тоже останется минус одна итоговая. Еще у меня итоговая по гигиене сегодня, и, если честно, я так сильно хочу спать, что просто уже умираю. Всем привет, ребята, и это ваш супер безответственный горе-блогер. Что я вам хочу рассказать? Я сегодня шла в универ и забыла камеру. Не понимаю, почему я не догадалась, засняем все на телефон, но я уже настолько привыкла снимать все для вас на камеру, что я как будто бы, вот если я ее забыла, то все, значит, я сегодня не снимаю. Что получается? Сегодня у меня был достаточно тяжелый день, я пришла с универа где-то часа в 4 дня и уснула. И проспала до 9 вечера, просто потому что я безумно устала. Вот все выходные я сидела с этими итогами, в итоге ни хера не отдохнула, плохо спала. Вчера тоже очень поздно легла, проснулась сегодня в 6 с чем-то, поэтому очень сильно устала, и хотелось поспать и перезагрузить немножко организм. Сейчас, наверное, буду вам рассказывать, как прошел мой день, и очень надеюсь, что завтра камеру я не забуду и все вам поснимаю, потому что завтра у нас примерно то же самое все будет. Сегодня у меня была цель и задача сдать три итога. Это итог по биохимии, итог по физиологии и итог по гигиене, значит, я сдала два из них. Это был итог по БХ, слава богу, я сдала сегодня кровь. В общем, все прошло хорошо, мне спрашивали достаточно легкие вопросы, их нужно было тем более письменно расписать. В общем, все прошло идеально. В 9 утра я сегодня его сдала. Ну как, мы пришли к 9, нас послали, сказали приходить в 10, мы пришли в 10, в 11, в итоге нас начали опрашивать примерно. В общем, мне попался вопрос перенос О2, транспортной формы, короче, кислорода, СО2, и нужно было расписать реакции в легких и в тканях. В общем, я расписала, там по три реакции получилось, там три реакции, там три реакции, и, в общем-то, все нормально, это были несложные реакции, я их знала. И второй вопрос мне задали тоже достаточно легкий, это был вопрос про виды желтух, про концентрацию билея рубинчика, вот, то есть, какая она в норме, что делать, если она, ну, такая, типа, средне-повышенная, и что делать, если она, там, супер-повышенная, типа, 35,0. Вот. Я это тоже все рассказала, расписала, преподаватель посмотрела мой листочек, в принципе, сказала, что, как бы, молодец, спросила, хочу ли я четверку, можно ли меня еще поспрашивать, я говорю, нет. Я говорю, не спрашивайте мне больше ничего, пожалуйста. Она задала мне всего один дополнительный вопрос про формы гемоглобина, внутриутробный гемоглобин, это вот первый-второй тип, нужно было встроение написать, я не знаю, как я это вспомнила, причем мне она сказала второй тип, моей соседке она сказала первый тип, я просто посмотрела у своей соседки, думаю, блин, должно же оно чем-то отличаться. Короче, пару букв поменяла, и все вроде прокатило. Ну, честно, я не знала этот вопрос, то есть что-то где-то я слышала, но не прям идеально. Дальше у меня был итог по физиологии, там просто все как обычно, без вообще не хочу даже опять это рассказывать, потому что каждый раз расстраиваюсь, еще я к этому не привыкла почему-то. Мы пришли к преподавателю в 12 часов, нам было назначено время, пришли даже за минут 10-15, чтобы вдруг там будет очередь занять. Получается так, что мы простояли в очереди где-то полчаса, ближе к часу нас запустили в кабинет, ближе к пол первому даже нас запустили в кабинет, в час начался блицопрос. То есть нам не раздали билеты, нас не начали как-то нормально опрашивать, нам просто, мне задали один вопрос, я рассказывала про рефрактерность, сказала, что она есть абсолютная, ну вообще рассказала, что такое, потом рассказала, что она есть абсолютная, что она есть относительно. Меня спросили, что такое абсолютная, говорю, это когда вообще нет реакции на возбудитель. Господи, на возбудитель. На раздражитель. То есть не происходит возбуждения вообще никакого, то есть полное отключение. Ну, что-то я такое сказала, мне сказали, да, правильно, а что такое относительно, я говорю, ну, это когда есть какие-то, есть реакции на какие-то определенные эти, раздражители. Мне сказали, да, правильно, а поточнее. И тут я такая думаю, а как поточнее, что еще я могу сказать тут поточнее. И все, и на этом я поехала, и мне сказали, ну, да учишь. Я такая думаю, блин, я сдаю этот итог вам в третий раз, я уже идеально знаю, блин, весь материал, как мне поточнее, что вы хотели от меня услышать, я так и не поняла, мне так и не ответили. Вот, и просто нас послали. Как обычно, сегодня никто почти что-то из моей группы не сдал. Ну, только девчонки пищеварение сдавали, по-моему, вдвоем сдали. А вот мы сдавали с девочками дыхание, кровь мы сдавали, я сдавала вот первый итог по нервной системе, ну, не по нервной системе, а по возбудимым тканям. Не сдали. Короче, как обычно. Что, ребят, сейчас уже пол первого ночи, я сижу, разбираю дефицит витамина В12, дефицит фолиевой кислоты. Вот, не знаю, что вам рассказывать, думаю, что все знают, что фолиевая кислота очень полезна для временных, но также и для обычного нашего организма. В принципе, я могу сказать, что дефицит, господи, фолиевой кислоты возникает достаточно редко, но тоже может быть. Вот, это получается мегалобластная анемия, ликопения, тромбоцитопения, подавление активности иммунных реакций, вот, при недостатке. Также дефицит витамина В12. В12 очень важный витамин, потому что он участвует в усвоении других витаминов В12, ой, группы В. То есть, если В12 не будет, другие витамины В не будут усваиваться. Также он участвует в образовании ДНК и РНК, поэтому если будет недостаток, то происходит нарушение образования. Также развиваются анемии и нервные расстройства, также мышечные дисфункции могут быть, поэтому принимайте витаминчики, пейте фолиевую кислоту, девчонки. От нее, кстати, волосы хорошо растут, проверено лично. Ну, а мы продолжаем. Я пока что разобрала только 9 вопросов. Но я многое помню, и сейчас я разбираю именно то, чего я не знала, поэтому так долгое время идет. Я думаю, что сейчас все пойдет как-то побыстрее. Знаете, что я вам хочу рассказать? После моей практики в родове меня очень многие спрашивали, не боюсь ли я рожать после увиденного процесса родов. Скажу вам, что это самое, вот, это цветочки по сравнению с тем, что я прохожу там ежедневно в универе, по сравнению с тем, как мы изучаем всякие различные патологии, внутриутробные патологии, как мы, значит, изучаем различные болячки у беременных женщин, различные синдромы, которые возникают у женщин там в процессе родов, в процессе беременности. Это все цветочки. Вот сам процесс родов, это вообще полнейшая фигня. Этого я не боюсь. Сейчас я как минимум разбираю фенилкетонурию, и вот это реально страшно. И когда я разбирала всякие генетические болезни у детей по биологии, вот эти хромосомные мутации, господи, ребята, это был такой трэш, честно вам скажу, вот это реально страшно. А сами роды, не страшно, просто больно, наверное. Я не знаю, я еще не проверяла. Вот, также я когда еще к прошлой итоговой ДВС-синдром учила, это тоже просто, я вообще в каком-то ужасе была. То есть вот это действительно тот самый момент, когда чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Поэтому, девочки, мой вам совет, рожайте до цикла по украшению гинекологии и до цикла по каким-нибудь там, я не знаю, генетике медицинской, пожалуйста. Потому что потом вряд ли заходите. Я уже не особо хочу, мне уже страшно. Я уже умираю, сейчас случу нарушение обмена ароматических аминов, аминокислот. Все уже, до свидания. Что я вам хотела рассказать? Я сижу, тут какая-то схема супер непонятная, я сижу, втыкаю уже полчаса, не могу понять, что тут написано, но уже вроде разобралась. Я обожаю своих зрителей, которых я в Телеграме, в общем, вам иногда скидываю какие-то задачи, с которыми я плохо справляюсь. Я говорю, ребята, кто умный, помогите, пожалуйста. Мне всегда помогают, прям расписывают вопрос, я вас обожаю, ребята. Вы просто лучше. В общем, сейчас я вот такую вот приучила. Сейчас вам покажу, зацените. Вот, она такая, и я вообще не понимала, почему фенилаланин, тирозин, причем здесь это, если я только вот недавно выучила, что фенилаланин, там потом в этот фенилперуват, ну вот, только что вот это вот писала, что фенилаланин, фенилперуват, фениллоктат и фениллацетат. И что из-за этого фенилкетонурия возникает, а теперь у меня тут фенилкетонурия из-за тирозина. Вот какого хрена он здесь образовался, я не понимала, но сейчас вроде уже разобралась. Три часа ночи я разбрала весь файл. Ну, как разобрала? Половину вопросов я очень хорошо разобрала, половину вопросов плохо. Знаете, что я сейчас поняла? Что лучше бы я первую половину вопросов разобрала плохо, а вторую половину вопросов разобрала хорошо, потому что там такая задница, господи, ребята, вы бы знали. Ну, я там еще что-то из биологии помню, про вот эти транскрипции, трансляции, репликации, вот это вот все. В принципе, что-то у меня в голове есть, я сейчас прочитала, вроде бы что-то даже вспомнила. Поэтому надеюсь, что завтра, во-первых, я надеюсь, что мне завтра это не попадется, во-вторых, я надеюсь, что завтра все будет хорошо, и меня спросят что-нибудь очень легкое. Ой, в общем, как-то так, ребята, все, я пошла ложиться спать, потому что я уже умираю, сейчас в 5 утра Миша приедет, меня разбудит. А у меня завтра к 9.15, ну, короче, все, надо отдыхать, уже ложиться, не надо насиловать свой организм, я сделала все, что смогла. В любом случае, сегодня только понедельник, у меня еще 4 дня на сдачу этого итога, поэтому я думаю, что я все успею, что все будет хорошо. Вот еще завтра у меня итог по физиологии стоит в планах. Я, если знам БХ, то в перерыве буду учить физиологию, ну как учить, повторять, потому что я уже всю, блин, уже, мне кажется, знаю. Ну и, в общем, мои дорогие, всем сладких снов, спасибо, что провели этот день со мной, поддерживали меня, любили, обожали, в общем, все, я пошла спать, потому что я уже умираю. Ну что, ребятки, всем доброе утро, сегодня вторник, каждое утро в нашем заведении начинается одинаково, с того, что я собираюсь на итоговую по биохимии. Надеюсь, что сегодня уже все закрою, и биохимия в моей жизни закончится вплоть до экзамена. В общем, надеюсь, что сегодня уже получу зачет, ну прям очень сильно на это надеюсь, надеюсь, что все будет хорошо, сдам сегодня эту четвертую итоговую, потому что вчера до ночи просто ее ночила, учила, разбирала, вот, надеюсь, что все будет хорошо. Я уже, конечно, проснулась уставшая, там меня уже Миша в машине ждет, поэтому он сегодня приехал в 5 утра, меня разбудила, в общем, ну плохо я спала сегодня, не выспалась совершенно, поэтому все, сейчас, в принципе, уже буду выезжать в университет. Пожелайте мне удачи, вас я беру с собой, надеюсь, что сегодня камеру я не забуду, не оставлю дома. Ну что, мы пришли на отработку по биохимии, я стою сейчас, повторяю, стою в очереди, в живой очереди, стою, повторяю свои записи, которые вчера до ночи писала. Вот, девчонки, мы сейчас быстро прогоняем эту итоговую и идем сдавать, надеюсь, что попадется все, что я знаю. Ребята, я сегодня закрыла БХА, все, БХА закончилась в моей жизни, ну как, почти закончилась, еще осталось экзамен сдать, но все, итоговую я закрыла. Господи, меня там сегодня просто, мне кажется, изнасиловали, мне кажется, я там час сидела, отвечала, честно вам скажу. Устала, просто жесть, а сегодня у меня еще в планах в физиологии. Ой, сейчас буду отдыхать и потом уже готовиться, наверное, к физе, но я сдала БХА, я безумно, я самая счастливая человек на свете, но я очень сильно устала. Вот, я уже очень устала от этой биохимии. Короче, ну я счастлива. Чтобы вы понимали, я приехала домой после БХА, поела и уснула. И теперь выгляжу как-то вот так. Я не хотела просыпаться, Миша меня заставил. Говорит, а тебе что, универ не надо больше? Я такая, ну что такое, мне не надо? Потом вспомнила, что у меня физиология через 30 минут. Конечно же, я не успела ничего повторить, зато я выспалась. Как там говорится, я выбрала быть счастливой. Короче, по идее, нужно было, конечно, сейчас сидеть, готовиться к итогу, но у меня было всего 2 часа дня, и я выбрала поесть и поспать, потому что я после биохимии просто умирала, честно вам скажу. Поэтому сейчас я уезжаю на физиологию узнавать что-то, как. Надеюсь, спросишь что-то легкое, я сегодня сдам. Ну, если не спорюсь что-то легкое, я опять не сдам, я очень сильно расстроюсь. Но мне пофиг, потому что я так сильно устала, я закрыла БХ, это, ну, мне кажется, сложнее, чем физиология. Вот, ну и осталось там пару итогов по физи закрыть, и времени осталось 4 дня. Поэтому, в принципе, нормально, пока что решить можно. Прилетела я на физиологию, думала, что опоздаю, но приехала на 10 минут раньше. Совсем скоро уже буду заходить, надеюсь, что сдам. Иначе это уже будет очень нехорошо. Потому что у меня еще два итога по физе, а я уже очень устала. И то, как мой любимый преподаватель их принимает, это, конечно, отдельная история. Может, тут какую-то песню играют. Короче, пожелайте удачи. Захожу. Ура! Ура! Мы сдали физиологию. Ура! Ой, ребята, я честно вам скажу, я уже так устала. Но все было хорошо. Я попался нормальный билет. Все было замечательно. Там уже выставляли зачеты. Вот, я еще не знаю, мне нужно будет идти и отрабатывать, мы заодно итогов мыли уже не надо будет. Но, в общем, я счастлива, довольна. Меня там уже где-то встречает Миша. Я сейчас пойду домой. Все девчоночки сдали. Все хорошо. Все-все прекрасно. Счастливы и довольны. Идем домой. Вот так вот. Все. Ну что, ребята, всем привет. Я дома. Что я успела сделать? За это время я успела поспать, выспаться. И сейчас уже где-то полдвенадцатого ночи. Почему я такая красивая и более-менее свеженькая? Потому что я только что из душа помыла голову, искупалась, накрасилась. Потому что сейчас мы поедем поздравлять с днем рождения нашу Дашулю. Вот, поснимаем вам. Тоже немножко покажу процесс. У нас такая традиция с девчонками. И мы каждый день рождения наш, чей-то из нашего окружения, короче, ездим поздравлять девчонок в двенадцать ночи. И поэтому сегодня я едим поздравлять Дашу. Что было на физиологии? Я пришла на физиологию. Мне достался билет просто наитупейший. Первый вопрос у меня был про каких-то ученых. Какой вклад они внесли в развитие там какой-то системы. Потом у меня второй вопрос был более-менее нормальный. Это про мышечные волокна, типа мейлиновые, безмейлиновые. Мейлиновые, вот, чем отличаются. Это я расписала про тетонос. У меня был вопрос тоже расписала хорошо. И последний, пятый вопрос. Я его даже не помню. Ой, четвертый вопрос. Я его даже не помню. Тоже какой-то наидурацкий просто. Ну вот реально. Я его даже никогда не видела в файле. Когда готовилась к этому итогу. Но, в принципе, я говорю, можно я вот эти два расскажу, но тройку мне сказали. Можно. В общем, все хорошо рассказала. Все задала. Все замечательно. Вот, поставили зачет всей нашей группе. Поставили, можно сказать, авансом. Но мне еще нужно будет прийти пару раз на физиологию в течение недели. Придется мне еще все-таки прийти, потому что у меня еще один итог висит. Нужно попробовать его закрыть. Но нам сказали, что как бы если не успеете, то уже ладно. Просто спокойно готовьтесь к экзамену. Зачет у вас уже стоит. Таким образом, ребята, сегодня я закрыла итоговую по биохимии последнюю, которая у меня была. И все. У меня закрыты АИБХ и физа. И это значит, что у меня есть допуск к сессии. Ура, ребята, наконец-то. У меня стоят зачеты уже в моей зачетке. Вот, поэтому уже можно радоваться и уже потихонечку начинать подготовку к сессии. Но завтра еще у меня итог по пропеду. Не знаю, буду ли я его переносить на следующий семестр, либо попробую завтра сдать. В любом случае, наверное, попробую. Но сдам или нет, не знаю. Потому что я сегодня весь день спала, потому что я безумно устала. Мне просто никакая информация в голову уже не залазила. Плюс сейчас мы едем поздравлять Дашу. Я приеду ближе там к 2 ночи. Потом у меня завтра еще дистанционная микробиология, где нам будут выставлять тоже зачеты. Ну, еще, по-моему, будет какой-то опрос по теме. То есть тоже что-то будет. Ну, если я завтра успею подготовиться к пропеду, то пойду сдавать. Пойду пробовать. Надеюсь, что у меня попадется что-нибудь легкое. Завтра итоговая по сердечно-сосудистой системе, то есть по патологиям. Вот, надеюсь, что сдам, может быть. Ну, посмотрим. В общем, главное, что биохимия закрыта, главное, что физиология закрыта. Мне потом уже все остальное, мне уже, честно, до одного места. Лишь бы вот все экзаменационные предметы у меня были в порядке. В общем, как-то так прошел сегодняшний мой день, но он еще не заканчивается. Поэтому сейчас мы с вами поедем поздравлять Дашулю. А еще Миша мне сегодня сережки подарил. Посмотрите, какие красивые. Они в форме сердечка, это такие камушки. В общем, я счастливая довольно еще колечко подарила. Может быть, вам потом покажу. Короче, в моем телеграме вы уже это все видели. Я уже делала распаковочку, поэтому переходите, ссылочка в описании. Мне нужно было заехать в супербольшой магазин с тортиком, чтобы Дашу его запылинуть в лицо. И я потерялась. Я куда-то не туда вышла, и теперь не могу дойти мою машину. О, нашла. Ура, торт купила, все. Я даже почти не опаздываю. Успеваю. Даша, жди. Тоже покажи, как я припарковалась. Как я припарковалась. Нет, ну там нужно было снимать просто. О, ой. А это не нам, что ли? Мы не туда звоним, походу. Да нет, во-2 точно у нее квартира. А у нас 21. А вы еще раз венете? Другую. Мы чуть-чуть звоним по маме в ту квартиру, но ничего страшного. Я думаю, нас запустят. Надеюсь, покажите. Надо сильно дернуть, или можно это выдрать. Давай не будем дернуть. Это последствие праздника. Мы Дашу обмакнули в торт. Сейчас я вам Дашу покажу. Так неинтересно, Даша уже все смыла. Блин, у меня сережка попала. Я выжжу, я сейчас не вымыю. Да, выключай свет. Сейчас мы будем дарить тортик. Посмотрите. Алиса, стоп. Супер милый. Всем доброе утро, ребята. Сегодня среда. Это значит, что у меня начинается пара по микробиологии. Она уже идет, там у меня на кровати. Вот так вот как-то. У меня были дожки ужасные. Я уснула где-то в 3 часа ночи. Мы вернулись домой. Поздравляли Дашулю. Я уснула в 3. Сейчас вот проснулась. Я сижу на микробиологии. В патчах. Короче, все как обычно. Пожелайте мне хорошего дня, хорошего занятия. После микробиологии поедем на пару по пробеду. Спасибо. До свидания. Ура! Микробиология закончена. Все. Сегодня у нас было последнее занятие по теме санитарно-микробиологические исследования. Вот. Санитарно-микробиологические нормы. В общем, все прошло хорошо. Все прошло успешно. Я в патчах пила чай. Все хорошо. Все замечательно. Сейчас я буду кушать, собираться на пропед. Это было последнее занятие по микробиологии в этом семестре. И нам скоро поставят зачеты. Так как оно у нас на дистанте. Там, не знаю, наш старост, наверное, пойдет на кафедру. В какой-то определенный день. И нам выставят зачеты. Ну, короче, все отлично. Нам сказали, что ни у кого никаких долгов нет. Ни у кого никаких пропусков нет. По микробиологии в этом семестре у нас было 3 итоговых работы. Я сдала все на пятерки. Поэтому все. Можно забыть про микробиологию на все лето. А экзамен по микре у меня будет аж следующей зимой. На третьем курсе. Как-то так. Что, сейчас я иду кушать и буду собираться на пропед. У меня как раз есть 3 часа, чтобы почитать весь материал к итогово. Я думаю, что успею. Все прочитаю. Почитаю. Подучу. И может быть даже буду сегодня ее сдавать. Вот. Но если я буду ее сегодня сдавать, мне придется спилить маникюр. И я очень не хочу этого делать. Поэтому, скорее всего, не буду ей сегодня сдавать эту микробиологию. Ой, пропед. Телефтику, но посмотрим. Но я их неплохо очень готова. Смысл позорится. Человек, как тебе пара по микробиологии? Я ничего не понял. Было интересно? Ничего не понятно, но очень интересно. Миша у меня забирает кота каждый раз с утра и лежит его, обнимает. Я с ним сплю ночью с котом. А Миша у меня его забирает под утро. Там презентация у меня тут была открыта. Все, пошли кушать, Миша. Я уже голодная. Ты не голодная. Пошли кушать. Это иллюзия. Миша. Голод, это иллюзия. Миша. Пошли кушать. Мы едем на пропедектику. А потом Миша меня дождется, заберет и отвезет к подружке на встречу. Мы будем пить кофе, а Миша где-нибудь погуляет. Потом с нами может посидеть. Короче, какие-то такие планы на сегодняшний день. Ну что, мы заходим на пропед. Филип, ты хотел поучаствовать в влоге? Да. Все, заходим на итогу и по пропеду. Пожелайте нам удачи. Но я, скорее всего, не буду стоять. Там происходит какой-то расстрел. Я оттуда вышла подальше куда-нибудь. Но из полезного я сижу и записываю вопросы, которые преподаватель спрашивает по теории, по практике. Вот, поэтому надеюсь, что мне это поможет потом на пересдаче. Я, наконец-то, вышла из подвала на улицу подышать свежим воздухом. Там просто жесть какая-то происходит. Я оттуда ушла и возвращаться не хочу, если честно. Ура, ребята, наконец-то. Все, пропед закончился. Нам выставили зачеты. Сегодня сдавали итоговые два человека. Все остальные отказались. Я тоже не стала, потому что, ну, смысл. Там так спрашивали, ребят. Ладно, даже где-то вот сдавал человек пять, наверное, в итоге. А сдали два человека. Причем один из них сдал практику, один из них сдал теорию. Короче, полнейший трэш. Вот, но я зато записала все вопросы, которые спрашивали сегодня по теории, по практике. И уже буду готовиться по ним. Вот, слава богу, мне поставили зачет. Все хорошо, все замечательно. Я сейчас еду встретиться с Сашулей. Вот, и потом... Что еще вам буду хотела рассказать? Потом еще вечером чем-то буду заниматься. В общем, до встречи вечером. Пока что я отдыхаю. Сегодня мне поставили два зачета. По микробиологии и по пропедевтике. Все, я красотка. Вот так вот. Вот так и живем, ребята. Мы уже встретились с Сашулей. Посидели, поболтали, обсудили предстоящую сессию. Вот, и что-то мы уже собирались уходить домой. Уже с Сашей попрощались. И я вдруг резко проголодалась. Мы посмотрели, что домой ехать еще примерно час. Потому что сейчас, ну, час пика. И пробки очень сильные. Поэтому мы решили заехать покушать. В общем, туда же, где мы вчера были. Очень вкусный там-ям нам понравился. Тут в ресторанчике называется вот так вот как-то. Как-то вот так называется ресторанчик. Нам очень понравился вчера тут там-ям. И я захотела сегодня его тоже съесть. Вот. Поэтому будем кушать там-ям, роллы. И потом уже выезжать домой. Нам еще нужно в два магазина заехать в аптеку. В общем, я не знаю, когда мы будем дома. Но надеюсь, что скоро. Боже, видели ли вы что-то более прекрасное, чем вот это после супертяжелого рабочего дня. Это просто, это просто что-то невероятное. Мы всегда с Мишей заказываем одинаковую еду. И в последнее время очень сильно подсели на том-ямы. Вот. Здесь он мне очень вчера понравился. Поэтому я даже решила заказать себе свой собственный. Обычно я с Мишей ем напополам. Потому что они очень острые для меня. И мне всегда становится плохо. Но вчера мне вроде нормально было. Поэтому можно съесть. Всем доброе утро, ребята. Мы едем в универ получать зачет по физиологии. Нет, по физиологии уже есть зачет по философии. Уже 2 часа дня, какое доброе утро. Когда встало тогда и утром? Не, ладно, на самом деле мы сегодня проснулись рано достаточно. В 2 утра. И занимались разными делами. В общем, ездили там по врачам. Короче, как обычно, в общем, у нас все, ничего не меняется. В общем, едем на философию получать сегодня зачет. И уже, по идее, допуск к сессии, я надеюсь, должен быть. Гаснут фонари. Забирай все мои бабки. Но, пожалуйста, не ври. Ладно, ребята, у меня хорошее настроение. Потому что уже все хорошо складывается. Я уже все закрыла. Скорая сессия. Вот тебе надо было своих влогий, да? Да, меньше недели. Меньше недели, первый экзамен. Что делать, я не знаю. Но это уже в следующем влоге, ребята. Это уже все в следующем влоге будет. Пока что мы кайфуем, развлекаемся, отдыхаем. Потому что все зачеты почти что закрыты. Я прибежала в универ, а начался дождь. Запомните, девочки. Всегда смотрите прогноз погоды перед тем, как просыпаться на час раньше, чтобы помыть голову. Если такое какое-то хорошее настроение, вот, надеюсь, никто мне его не испортит. Только что был самый легкий зачет в моей жизни. Я зашла на пять минут в универ. Вообще я не успела даже на кафедру подняться. Я встретила девочек, которые спускаются уже с третьего этажа. Философия у меня на третьем этаже всегда. Вот, они уже, получается, спускаются. Я говорю, а что вы спускаетесь? Пара же сейчас начнется. Они такие говорят, а пары не будет. На пару приходят те, у кого есть НБ. А у меня НБ нет. Поэтому, о, нахер я приехала, я не знаю. У меня сегодня одна пара, потому что должна была быть. Это вот философия. Я думала, там хотя бы что-то спросят, что-то будет. Ну, короче, ладно. Ничего страшного, грех жаловаться, еду домой. Миша меня такой привез. Я ему звоню, говорю, Миша, а ты далеко уехал? Он говорит, типа, нет, недалеко. Я так говорю, ну, разворачивайся, меня надо забрать. Он говорит, а ты что, уже закончила? Я говорю, да. Ну, что теперь? Просто почему-то, я не знаю, староста не уточнила или просто преподаватель промолчал. Короче, нас просто отпустили, зачеты поставили, все. Ребята, по трем экзаменационным предметам у меня уже стоят зачеты. Это хорошо, это замечательно. Слава богу, и на том спасибо. На физиологию сегодня не пойду, потому что мне придется два часа сидеть, просто ждать. Вот, я это не особо как-то хочу, поэтому сейчас я уже еду домой, а на физиологию забегу завтра, в последний день. Вот, и надеюсь, уже все будет нормально. Ребята, всем привет! Сегодня уже суббота. Я вам в пятницу вообще ничего не снимала, потому что день был такой достаточно напряженный, хотя у меня должна была быть, по идее, всего одна пара по хирургии, где нам просто обещали поставить зачеты, что, типа, вы придете, полчасика я вас поддержу, выставлю всем зачеты и спокойненько уйдете. В итоге мне даже зачет не поставили. Это просто отдельная тема, это единственный предмет, по которому у меня не стоит выполнено, чтобы вы понимали. Вот, но я надеюсь, что там сейчас, в общем-то, деканат решает этот спорный момент, и, возможно, еще как бы мне там успеют его сами поставить, но точно не знаю. Короче, как-то так. Ходила я в деканат, значит, разбираться. В общем, ситуация не из приятных, но я вам поподробнее все рассказала у себя в телеграм-канале, поэтому, если что, ссылочка в описании, там уже все рассказано по хештегу хирургии. Найдете все и почитаете. Вот, что еще вам хотела рассказать, значит, я уже потихоньку начинаю подготовку к сессии. Сегодня первую половину дня субботы мы занимались всякими своими разными делами. Вот, тоже вам в телеграмчике все показывала, рассказывала. А сейчас я уже села подготавливаться к экзамену по философии. Вот, я уже сижу, разобрала уже 10 вопросов целых, поэтому я сегодня молодец, у меня достаточно продуктивный денек получается. Но, так как я уже начала готовиться к сессии, это уже совершенно другой влог в этом влоге, в принципе. Кстати, в пятницу мне поставили допуск к сессии, поэтому все, я официально допущена. Все, кто говорили, что меня даже к сессии не допустят и отчислят, ну что, схавали. В общем, все допустили меня до сессии, все хорошо, я умница, за эту неделю закрыла все свои долги. Вот, вы за этим наблюдали очень активно и здесь, и в телеграме. Вот, поэтому я думаю, что вам понравился этот влог. Если это так, то поставьте, пожалуйста, лайк, оцените это видео, напишите комментарий. Ну, а мы с вами дальше встретимся уже в новом влоге, который уже будет про экзамены, про мою сессию в медицинском, про окончание второго курса. Надеюсь, что, дай бог, все сдам с первого раза и все будет хорошо. Поэтому это уже совершенно другая история, это уже совершенно другие влоги. И до скорых встреч, ребят. Этот влог подошел к концу, надеюсь, он вам понравился и был интересным. Поэтому спасибо большое, что досмотрели его до конца. С вами была ваша Маша, и всем пока-пока, встретимся с вами через неделю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok